Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома Учёные бьют тревогу Неизвестно, как дело повернётся, может ледниковый период начаться Если человечество не предпримет реальных действий В ближайшие годы нашу планету ждёт климатическая катастрофа Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку Как её избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения Слушайте по пятницам на Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры Добрый день, уважаемые слушатели, доброе утро Начинается программа Климат-контроль И с нами на прямой связи учёные, учёные, пишущие о науке популярным языком Журналист, морской геолог Константин Рангс Здравствуйте, Константин Добрый день Мы все действительно уже страдаем от жары И новости, которые приходят о том, что следующая неделя будет опять экстремально жаркой И ещё более жаркой, чем прошедшая Вот проходящая, что плюс 34 градуса Нас ожидает И до сих пор вот странно, что всё время в прогнозах грозы, грозы, грозы Ливневые дожди Но ничего так и не пролилось Во всяком случае, над Ригой, над центром города Вот можно ли верить прогнозам И можно ли верить таким предсказанием О том, что эта жара ещё больше может усилиться Ну, начнём с того, что действительно погода у нас сейчас по-настоящему летняя такая Даже с превышением средних многолетних значений Которые существовали раньше Вот они раньше были выведены И так теперь вот выясняется, что наше лето может быть вполне такое южное Надо сказать, что страдать от жары у нас В общем-то, это гораздо лучше, чем, например, страдать от наводнений В очень многих местах земного шара Смотрите, как обычно Если где-то сильно жарко, сильно сухо То обязательно эта вода где-то прольётся Вот совсем недавно на слуху были наводнения в Крыму На Северном Кавказе То есть мощные, такие, с селевыми потоками Но ещё круче, они были, например, в Японии В Японии жертв было больше И кадры из Японии просто поражают Там огромные массы грязи Вот эта, которая стекает с гор Которые несутся по улицам японских городов Не посёлков То есть это действительно очень серьёзная вещь И как раз можно даже и предсказать Что наводнения, они будут продолжаться По мере того, как, например, здесь В восточной части Европы Будет продолжать стоять Вот эта вот гигантская медуза Повышенного давления Которая начинается где-то там Около Средиземного моря А заканчивается на берегу Ледовитого океана Вот представьте себе Что где-то там в Нарьинмаре Например, который городок Невелик и немал Берег Баренцева моря Там температура 25-26 градусов Да То есть в последние дни На севере Норвегии Приполярье Была температура выше 35 градусов Абсолютнейший рекорд Нет, 33 градусов Абсолютнейший для них рекорд А вот в городке Керуна Это самый северный шведский город И столица Горнодобывающей промышленности Швеции Там еще было выше В Лапландии Была выше температура Чем, например, в том же самом Хельсинки То есть, собственно говоря Сейчас все стало с головы на ноги Как сказать С ног на голову С головы на ноги И что самое важное Что вот эта вот зона Она огромная И она вращается очень медленно По ее периферии Воздушные потоки С юга Ну, по часовой стрелке Для нас это получается С юга на север И по этой причине, кстати У нас дико холодная вода В море Вот, да Я хотел как раз спросить А что за Вот такая вот В чем причина Ну, да Потоки идут в воздух С юга запада На северо-восток Ту воду Которая нагрелась У нас около берега Эту воду Потихонечку Относит туда К нашим эстонским соседям Вот она туда Вся уходит У эстонцев тоже В Таллине вода холоднее Чем гораздо холоднее Чем Хельсинки Хотя Хельсинки Больше чем на 60 километров К северу Но как раз Та вода Которая нагрелась В Финском заливе Ее как раз Несет к Хельсинки И там между Вот этими островами Шхерами Она благополучно Еще больше Нагревается То есть Ничего не сделаешь Это такой Мощный Ветер-то дует Заметьте Это не Короткий шквал Налетел и прошел Это постоянное Такое движение Если посмотреть На синаптические карты На карты Из спутника То видно Как вот эти Массы Грозовых туч Перемешку С окнами Абсолютно Чистого неба Двигаются Потихонечку С юга На север Но Сама Вот эта Масса Воздуха Перегретого Она стоит Практически Непоколебима Да уж И у нас Были В агентстве ЛЭТ Сообщения О том Что Температура воды В некоторых местах Опустилась До плюс Восьми Градусов То есть такой Невероятный Перепад Плюс Тридцать На солнце Я думаю На солнце Еще больше И плюс Восемь Конечно Для людей Которые решили Искупаться Это Чревато Таким Переохлаждением Такой Перепад Это то же самое Представьте себе Что Вот какая разница Даже плюс восемь Плюс десять Градусов И плюс тридцать Разница В двадцать Градусов Это все равно Что вот вы Находитесь В комнате Ну вот В нормальной Комнатная Температура И прыгаете В ледяную Воду Но никого Не удивить Если человека После такого Прыжка У него Что называется Перехватит Дыхание И остановится Сердце Тут тот же Самый эффект И поэтому Хотелось бы Обратить внимание Наших Уважаемых Слушателей Если вы Так скажем Не молоды Если у вас Проблемы С сердцем С сосудами Ну ни в коем Случай Ну нужно Делать Такие Эксперименты Типа Вот я Нагрелся А сейчас В ледяной Водичке Замечательно Освежусь Тем более Что сейчас Поднимается Вода Из глубин Она более Чистая Красивая Прозрачная Море Это выглядит Хорошо Особенно Там Где Допустим Оно Довольно Брызко Приглубо Очень Хорошо Выглядит Море И оно Манит Своей Прохладой Во время Этой Жары Вот нужно Слегка Втерлись Окропили Себя И на этом Хватит Потому что Вот эти Прыжки Ныряния Могут Закончиться Очень плохо Какие Прогнозы Все таки На Следующую Неделю На ближайшее Время Уйдет Лето Жара Почему Не проливается Обещанный Ливень И Гроза Ну Надо Опять-таки Если смотреть На карты Это очень Интересно Эти грозы Образуются Чаще всего Для нас Мы ожидаем Те грозы Которые Образуются Над Польшей Над Польшей Надо сказать Грозе Образовываться Хорошо Большей части Территории Страна Равнинная Кстати Очень много Сельхоз Земель Это очень Важный Момент Дело Все в том Что сельхоз Земли Гораздо Интенсивнее Отдают Влагу Чем Например Такие Так скажем Старые Луга Или Тем более Еще лес 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 Очень хорошо Умеет Сохранять Свою Влагу Для Корневой Системы Благодаря Тому Что у Него Есть Вот Эти Самые Иголки И листики Да Он Закрывает Свою Корневую Систему От Прямых Лучей Солнца Так вот Надо сказать Что как раз Там Где Большие Распаханные Зоны В Польше Их Очень много Этих Земель Там Потихонечку Образуются Облака В том числе Грозовые Тучи И они Так себе Потихонечку Двигаются Через Калининградскую Область Через Литву А дальше Чем дальше Они двигаются Тем потихоньку Они разрываются На части На такие нити Вот например Вчера После обеда В районе Турин Переписали Шел дождь Ливень А здесь Юрмале Ну что-то Где-то там Две капли Упало Ну вот вроде бы Вот я видел Вот такие Несколько капелек На ветровом стекле Все Этим все закончилось В других местах Вообще даже Туч не было То есть Что получается Еще говоря так Мозаичные Мозаичные Осадки Это короткие Такие маленькие Фрагменты Условно говоря Плывет Тучка И поливает Вот она может Даже грохота Питать может Все что угодно Но это не фронт Это не то что Вот мы как раньше говорили Пришли дожди Вот они Что называется От зилупы До венспилса Идут дожди И все такое Да Сейчас нет Сейчас нет Сейчас как раньше На юге Здесь у вас Над Ригой Может проливаться Дождь А жители Юрмалы Будут себе Сидеть на пляже Загорать И смотреть На эти Красивейшие Тучи Которые Над Ригой Что называется Мерцают Зарницами И там где-то Отдают свою воду Может быть Это было бы Хорошо Чтобы они Свой дождь Отдали Над лугами Допустим Над полями Вземгал Где-нибудь еще Но они могут Вылиться Именно над городом А потом Дальше Эти тучи Точно так же Как образовались Они довольно быстро Распадаются И исчезают Полностью Вот Поэтому надо сказать Что с одной стороны Вот как это Можно объяснить С одной стороны Вроде да Жара Все такое И обещают Дождь и грозы Да Обещают Но попадут ли на вас Эти дождь и грозы Это еще Большой вопрос С температурными Прогнозами Что На следующей неделе Нас ждет Ну Тут как бы Все были надежды На то Что Этот Мощный Блокирующий Антициклон Как его называют Начнет Разрушаться Но пока что Каких-то признаков Особенных То и нет Так что Сейчас у нас Будут Жаркие выходные И судя по всему Жаркой будет Вся следующая Неделя Ну Что будет дальше Уже это гадание На кофейной гуще Но То что Следующая неделя Скорее всего Будет Такой же Как нынешняя Это факт Тут же нужно еще Обратить внимание Что зреют Еще два Антициклона На подходе Войдут ли они В соединение Как бы Сольются с этим Что там Произойдет Пока что Трудно сказать Например Циклоны Сейчас явно В полнейшем Загоне Один где-то Крутится Над Гренландией Прямо скажем Неблизко Другой Пытается Штурмовать Британские Острова Но тоже еще Там Не очень Преуспел В этом деле Поэтому Надеяться На то Что скоро Придет Благодатная Прохлада Столь милая Нашему Сердцу И прольются Бесконечные Моросящие Дожди Не приходится Это приводит К другим К серьезным Опасениям Это первое Это засуха О чем уже говорили Неоднократно И на прошлой неделе Мы говорили А второй Очень важный момент Это пожароопасность В лесах Вот об этом Говорят сейчас Везде От Пиренеев И до Северо-востока России Ну имеется ввиду Европейская часть Потому что Что-то совершенно Невозможное Действительно Пока Спасает То что у нас Была Достаточно Снежная Зима И дождливая Весна Более-менее Вот это Хорошо Потому что В почве Хоть какая-то Влага Есть Но если Вот такая Сушь Будет продолжаться Дальше То Может сложиться Очень неблагоприятная Ситуация Поэтому нужно Ко всей Деятельности В лесах И даже на своих Участках В сельской Местности Относиться Весьма Ответственно А то Что пожар Завести Можно Что называется По щелчку пальцев Но все эти Барбекю Шашлыки Я уже не говорю Про То что там Жечь сухую Траву Или там Какие-то Еще другие Вещи Сухую Траву Сейчас Жечь Проблематично В смысле Теоретически Свежей Сухой Травы Сейчас Мало Хотя Уже Видно Что Многие Поля И газоны Начинают Желтеть Это факт Но Во всяком Случай Организованное Барбекю Когда Это Жарится Это мясо В барбекюшнице Барбекюшница Стоит на Каменном Основании То Конечно Все это Правильно Нельзя Костры Разжигать В лесной Зоне Вот Это Абсолютно Точно Раскидывать В пустые Бутылки Ведь Сколько Раз Говорили О том Что Стеклянная Бутылка Которая Лежит Под Солнцем Она Может Работать Как Линза И Совершенно Спокойно Организует Воспламенение Тот же Самый Высохшей Лесной Подстилки Хвои Или Травы Вот Трудно В это Поверить Но Это Факт Пластмассовая Бутылка Заполненная Ладой Это Тоже Линза Хотя Она Хуже Работает Чем Прозрачная Стеклянная Бутылка Но Все равно В определенных Условиях Может Этому Способствовать Поэтому Нужно За собой Очень Внимательно Следить Поджечь Пожар Может Начаться Где Угодно Вот Это Очень Важный Момент Вы знаете Самое Интересное Пожар Может Начаться На болоте Даже Даже На болоте Потому что Выросшее Сверху Вот этот Ком Растительности Да Он Высыхает Парадокс В том Что Растительность На болоте Это Растительность Пустыни Дело Все в том Что для Растений Очень Тяжело Высасывать Влагу Из Холодного Болота То есть Они Фактически Живут В таком Же Дефиците Влаги Как Растения На Песчаных Пустошах И По этой Причине Эти Растения В условиях Сильной Жары Становятся Еще Суше Они Тоже Могут Загореться Поэтому Как бы Можно Сказать Так Осторожность Осторожность И еще раз Осторожность В конечном Счете Нужно Помнить Что Пожар Может Развиваться Настолько Стремительно Что Просто От него И не Убежишь Особенно Знаете Про это Любят Напоминать Австралийцы Там Страшная Вещь Там Эвкалипты Которые Выделяют Эфирные Масла У нас Эвкалиптов Нету Но у нас Например Есть Хвойные Породы И хвойные Породы Вот сейчас Допустим Те люди Которые Страдают Заболеваниями Легочными Заболеваниями Сейчас им очень Хорошо находиться В хвойном лесу Это просто Рекомендация Такая Есть Медицинская Потому что Именно сейчас В жаркую погоду Количество Эфирных Масел В лесу В атмосфере Леса Хвойного Соснового Явова Мышевельникова Оно очень Высокое Сейчас Очень полезный Воздух Но самое главное Нужно учесть Что если Начинается Пожар То вот Именно сейчас Эти хвойные Деревья Окруженные Таким Марьевым Эфирных Масел Горят С удивительнейшей Скоростью Очень быстро И Успеешь От этого Убежать Или не успеешь Это еще Очень Очень большой Вопрос Да Я напомню Нашим слушателям 6 7 212 93 9 6 7 213 93 9 Мы говорим С Константином Рансом В программе Климат-контроль Об изменениях И погодных Климатических И о том Насколько опасны Действительно Сейчас Вот эти Жаркие дни Пожарно Пожарно Пожароопасная Ситуация И Насколько Любая мелочь Мы всегда Привыкли Считать Что там Брошенная Спичка Или там Костер Но на самом деле Даже брошенная Бутылка Стеклянная Или даже Пластиковая С водой Она может Привести К пожару И Совершенно Каким-то Катастрофическим Последствиям Тем более Что Люди Которые Гуляют По лесу Действительно Могут Бросить Выпить Скажем Бутылочку Воды Чтобы Не тащить С собой Обратно Лишить Ее Бросить Просто Где-нибудь Под кустом Здравствуйте Доброе утро Доброе утро Сергей Хочу поблагодарить Вас За то Что Вы Даете Такие Замечательные Консультации Хотелось Быть Более Подробно Может быть По поводу Ультрафиолетового Индекса Который В принципе Влияет На Жизнедеятельность Человека Магнитные Бури О которых У нас Здесь К сожалению Ничего Не говорят Почему-то Об этом Не говорят В Багдаде Все спокойно Не так давно Выехал в город Да Очень много У нас гостей Нашего города И страны Благодарю Всего доброго Спасибо Вам Ну что Знаете Начнем С ультрафиолета Про ультрафиолетовый Индекс Конечно Есть Вот эти Специализированные Сайты И не только Специализированные Например На gismeteo.ru Или gismeteo.l Можно найти Информацию На многих Европейских Сайтах Тоже Можно найти Информацию О уровне Ультрафиолетового Излучения Сейчас Очень Высокий Для нас Уровень Шестерка Днем Это Что называется Уже стало Чуть ли не Обязательной Это очень Высокий Уровень Для нас Северян Ведь В чем Дело Ультрафиолетовое Излучение Это же Не только Красивый Загар Ультрафиолетовое Излучение Это излучение Которое Обладает Огромной Энергетической Способностью И очень Сильным Воздействием На наш Организм В целом Ну С одной С одной С одной Не буду Пугать Ну Например Такое Заболевание Как Рак Кожи Меланома Оно Чрезвычайно Четко Связано С Избытком Ультрафиолетового Излучения Это 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 уже Доказанный Факт И тут Можно Сказать Что Как раз Те Кто Относится К своей Коже Как К площадке Для Экспериментов У них Очень Большие Шансы Закончить Это Дело Как раз В онкологическом Отделении Это Очень Серьезно Тут Почему Потому что Ультрафиолетовые Кванты Ультрафиолетов Очень Энергетические Они Разрушают Разрушают Генетический Аппарат Нашего Организма Клеток Нашего Организма Кроме Этого Ультрафиолетовое Излучение Способствует Нарушению Скажем Обмена Веществ Ультрафиолетовое Сильное Излучение Приводит К перегреву В том числе Ожогом Все это Тянет Такую Цепочку Которая Приводит К нагреву К нарушению Деятельности Практически Всех Внутренних Органов То есть Это лучше Конечно Расскажут Врачи Но Можно Сказать Так Что С физической Точки Зрения Ультрафиолет Это Сильнейший Эмутаген Который В очень Большой Степени Оказал Своё Влияние На Мутации Жизни За последние 600 Миллионов Лет Практически Любое Живое Существо Которое Вылезло Из воды На сушу Больше 350 Миллионов Лет Стало Мутировать В том числе Под действием Ультрафиолета И когда Знаете Говорят О том Что Нужно Бояться Вакцину От того Что Она Мутаген А после Этого Лечь Лежать При сильном Ультрафиолете На пляже Привощаясь В такую Головешку То это Честно говоря Оксюмарон Глупость Какая Потому что Действительно Нужно Понять Организм Перегревается Это Огромная Нагрузка Еще на Сердце Так что Тут Очень хорошо Послушать Специалистов Врачей Именно Как Действует Как реагирует Организм Но с точки Зрения Физики Торчать Под Ультрафиолетом Особенно Если Беленький И ваша Кожа Светлая И ваши Волосы Светлые Не дай бог Еще Голоса Голубые Вот это Очень Опасно То есть Нужно Понять Это Опасно Поэтому Если Даже Вы сидите В тени Но сидите На берегу Моря И рядом Песок Нужно Понимать Что Ультрафиолетовое Излучение Отражается От воды И от Тоже Самого Нашего Светлого Кварцового Песка Прекраснейшим Образом Можно Сгореть Сидя В тени Так что Тысячу раз Правы Наши Медики В данном Случае Я иду Повсеместно В северных Странах Которые Говорят Что сейчас С 11 До 4 Часов Дня Никакого Загорания Не должно Быть Это Обязаловка Понимаете Можно сказать О том Что мой Друг Из Испании Или мой Друг Откуда Нибудь Из Камеруна Друг Из Камеруна Нужно Заметить Да Но он Подготовлен К тому Чтобы сидеть Под высоким Ультрафиолетом Последними Миллионами лет Эволюции У вас нет Такого времени У вас нет Миллиона лет Вот Вы не можете Эволюционировать Как он Поэтому Это нужно Четко понимать Что Да Наша эволюция Нас подготовила К тому Чтобы жить В условиях Недостатка Ультрафиолета А избыток Ультрафиолета Для нас Весьма Опасен Так что Когда Иронизирует Над женщинами 19 века Которые Под зонтиками Ходили О том Чтобы солнце Их там Не прихватило Но они ходили По другим Так скажем Причинам Но все же Это было Достаточно правильно Ну а говоря О магнитных Бурях Можно прямо Сказать Что да Они Скажем Приходят К нашей планете Дело Другого рода Что Реакции На магнитные Бури У многих Людей Просто-напросто Нет Магнитные Бури Они сопровождают Всю историю Жизни На нашей планете И те Так скажем Мутации В организмах Которые Приводили К тому Что организм Стал очень Чувствителен К магнитным Бурям Они уже Давным-давно Отсеялись Но Если у человека Есть куча Хронических Заболеваний То тогда Ему стоит Следить Ну например Я слежу Очень Самый такой Сайт Это Американская Американский Сайт Today Space Weather Вот Это Сегодняшняя Космическая Погода Он собирает Данные Очень большие Существует В космосе Специальные Спутники Обсерватории Которые Наблюдают За погодой На солнце И которые Передают Информацию Не дают Самый точный Прогноз Который Только Может быть Вот И да Между прочим Это Не очень Так скажем Представительная Информация В плане В плане Графики Там Все А вот В текстовом Варианте Но если Начать Вникать То Видно Что Даются Рекомендации Например Департаменту Коммерции Соединенных Штатов Военно-воздушным Силам Соединенных Штатов Энергетическим Центром Вот Как раз По случаю Вот этих Мощных Геомагнитных Эффектов То есть Это вещь Серьезная Мало того Я хочу сказать Существует Международная Система Оповещения В которой Включены Все крупные Развитые Страны Как Поставщики Информации А потребителям По-моему Где угодно Можно быть Вот это Действительно Да Это Подтверждается Этот уровень Опять же Могу сказать Что есть Такие Сайты Как Например Тот же Гесметио ЛВ Гесметио Ру Форека По-моему Дает Эту информацию В общем Много Можно Где Поискать Эту информацию Но Источником Все равно Будет Вот это Национальное Объединение Национальная Ассоциация Соединенных Штатов Администрация По изучению Атмосферы Океана Ну и НАСА Тоже Дает Свою информацию По этому Поводу Поэтому В принципе Эта информация Есть Вопрос В другом Что Вы можете Сказать Что Будет Геомагнитная Буря Но Касаться Это Будет Сравнительно Небольшого Числа Потенциальных Телезрителей Или Допустим Радиослушателей Или Посетителей Сайта Хотя Тем людям У которых Есть Хронические Заболевания Можно Посоветовать Следить За тем Что происходит В космосе Но Именно Следить На тех Сайтах Которые Являются Источниками Информации Потому Что К сожалению Очень Часто Эта Информация При Передаче От Одного СМИ К Другому СМИ А там Еще Не дай Бог Блогеров Включаться Где-то Посредине Она Приобретает Совершенно Фантастические Свойства Что Хотел Сказать Что Как Мы Говорили О Жаре Что Жара Это Не Только Проблема В Сельской Местности Засуха Это Опасность Пожаров В лесу Это Опасность Пожаров И в городе Дело Все В том Что От Жары Пересыхают Чердаки В Чердаках Бывает Очень Много Всевозможных Вещей Которые От Жары Высыхают До Состояния Пороха А мы Склонны На чердак Если он Имеет Такую Возможность Снести Весь Свой Скарб Который Нам Не Нужен То есть По идее Есть Тумбочка Которую Давным Нужно Выкинуть Ее Переработают И все Будет В порядке Но мы Ее Тащим На всякий Случай На чердак Или Тащим Туда Матрас Или Что Нибудь Еще Ковры Старые Жалко Тащим Наверх В результате Именно В такую Погоду Все Это Начинает Гореть Изумительным С изумительной Скоростью А ведь Там Химические Реактивы Там же Я понимаю Лаки Всевозможные Там Опять-таки Высохшие Это все Тоже Высыхает Да Все Чем Кажется Либо Подвал Либо Чердак Но Тут Нужно Сказать Еще Такую Весь Жителям Риги Здесь Тем Что У вас В очень Многих Местах Как я Понимаю Сейчас Понатыкали Всевозможные Вот эти Бордюрчики Столбики Да Уже Пишут О том Что Скорой Помощи Сложно Подъехать К какому-то Месту Потому что Там Не проехать Просто-напросто Или там Не дай бог Пожарным Будет Проблема То в этом Случае Нужно Учитывать Что Как это Все Скажется В аварийной Ситуации Так что Лучше Подумать Десять раз О том Что у вас Хранится На чердаках И опять-таки Бдить Чтобы там Не было Никакого Даже признаков Открытого огня Ну я понимаю Что ведь Через Какую-нибудь Чердачное Окошечко Там может Проникать Солнце Нагревать Опять-таки Солнечные Лучи Какие-то Предметы И Тоже Это все Такая Пожароопасная Ситуация Ну да Но мы Просто должны Учитывать Что как только Это жара Это не один Не два дня Уже неделя А у нас Уже это Не неделя У нас уже Скоро месяц Будет Устойчивой Такой Погоды Мы должны Понимать О том Что все Вокруг Сохнет И это Чем больше Это сохнет Тем больше Это становится Представляет Опасность И самое Главное Тут Есть Опять-таки Что хотел Вы Сказать Повторить Рекомендации Будьте Осторожны Со своими Автомобилями Которые Стоят У вас На солнце Ну и В принципе Ладно Автомобили Но Вопрос еще В том Что нельзя Оставлять Так Допустим Какие-то Лаки Вообще Аэрозольные Баллончики Не Совершенно Не стоит Оставлять В автомашинах Особенно Тех Которые Стоят На солнце И уж Естественно В автомашинах Нельзя Оставлять Детей И домашних Животных Потому что Автомобиль Это фактически Душегубка Температура В нем Повышается Стремительно И 50 И 60 Градусов Ну кто Это выдержит По этой причине Нужно Вот как раз Относиться К машинам К пребыванию Этих машин Кстати Даже для самого Железа Это не очень Положительное Ситуация Для тормозной Системы Это Совсем Неположительная Ситуация Нужно Следить За давлением В шинах И еще Нужно Учитывать Одну Немаловажную Вещь Асфальт При такой Температуре Начинает Плавиться Вот реально Плавиться И на его Поверхности Может Появляться Тончайшая Скользкая Пленка И если Вы надеетесь Что ваши Шины Даже может быть Очень хорошие Шины Затормозят На этой Пленке То это Ошибка Вы можете Оказаться В ситуации Неконтролируемой Совершенно И это будет Для вас Совершеннейшим Открытием Почему Вдруг Без всякого Гололеда Вдруг У вас Не держится Машина Не происходит Торможение Вот это Действительно Очень важный Тоже момент Поэтому Сейчас Мы должны Соблюдать Максимальную Осторожность Во благо Свою И окружающих Спасибо большое Константин Рангс И программа Климат-контроль До следующей Пятницы Хорошей недели До свидания Мы знаем Вы слушаете Радио